Привет, друзья! С вами Резмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим о новом законе о такси, который внесен в Государственную Думу 19 декабря 2019 года. Касается изменений в области оказания услуг легковым такси. Новый законопроект повысит, как пишут законодатели, ответственность агрегаторов за безопасность пассажиров. Количество лицензий на такси будет ограничено. Дополнительное разрешение можно будет выкупить на аукционе. Как он будет проводиться, на каких основаниях, это покажет рассмотрение в Государственной Думе. Агрегаторов обяжут нести солидарную ответственность перевозчикам за причиненную пассажиру в результате ДТП. Максимальная компенсация составит до 2 миллионов рублей за подобные ДТП. Законопроект, как я уже сказал, лунного госрегулирования такси был разработан депутатами. В данном случае, согласно документу к управлению такси, не допускаются лица, которые имеют иностранные водительские и международные водительские удостоверения. Но сразу есть оговорка о том, что общий стаж для вождения должен быть не менее трех лет для водителя, который собирается работать в такси. А также по национальным водительским удостоверениям есть осрочка до трех лет. Но напомню, что у нас сейчас на основании национальных водительских удостоверений есть право работать граждане Казахстана, Белоруссии, Киргизии. Остальные должны также получить права российского образца. Также данный законопроект обяжет пройти аттестацию на знание уличной дорожной сети субъекта Российской Федерации, где собирается работать. То есть придется опять же каким-либо образом сотрудничать с госорганами. Кроме того, в таксисты заказан будет работать гражданам с непогашенно неснятой судимостью по тяжким или особо тяжким преступлениям. Опять же, это будет связано при выдаче разрешения, то есть через госорганы. Также запрещается брать на работу водителей, которые были лишены прав на управление автомобилем в течение шести предшествующих месяцев к моменту обращения за соответствующей работой. Ладно также, что законопроект дает возможность получить лицензию на такси не только юрлицам, индивидуальным предпринимателям, но и самозанятым гражданам. Самозанятым можно стать через приложение «Мой налог», зарегистрироваться и также получить лицензию на такси. Напомню, что сейчас расширяется с 1 января 2019 года субъекты федерации, в которых будет работать данный режим налогообложения. Еще 19 таких регионов, кроме Москвы, Московской области, Калужской республики Татарстан, еще 19 регионов. Об этом вы можете познакомиться, есть ссылка в описании. Все очень просто. Чтобы стать самым занятым, достаточно копии паспорта, который загружает фотографии, в принципе, можно сведения уже подавать на регистрацию. Кроме этого, людям, которые приходится использовать посредников, чтобы легально попасть на рынок, теперь эти посредники пытаются их исключить, то есть для того, чтобы более эффективная стала безопасность при перевозке пассажиров. Что хочу бы сказать, что в каждом субъекте, также местным законом, может быть, устанавливается максимальное количество легковых такси, но оно не должно быть составлять менее 30 на каждую тысячу жителей этого региона, то есть этот порог минимальный. Если количество поданных заявлений на выдачу разрешений превысит максимальный показатель, то есть 30, то разрешения будут разыгрываться на аукционе, которые также будут опубликованы на сайте местных госорганов. В России также будет создан реестр такси и служб заказа, которого сейчас фактически нет. Все агрегаторы должны будут предоставить в этот реестр информацию о себе, также адрес сайта в интернете и намерение всех используемых приложений для мобильных устройств. За отсутствие такой информации граждан, которые осуществляют такую деятельность в качестве агрегатора, штрафуют в размере от 1 до 3 тысяч рублей должностных лиц, до 10 тысяч рублей юрлиц, до 20 тысяч рублей. Если агрегатор передал заказ и предоставил доступ к информации о нем лицам и не получивших разрешения на работу в такси, его накажут. Размер штрафа также будет такой же, то есть до 3 тысяч гражданам, а уже для должностных лиц и юрлиц увеличат штраф. Для должностных лиц это до 30 тысяч, для юрлиц до 200 тысяч рублей. Если в течение года, опять же, такие же будут правонарушения повторяться, то штраф увеличивается уже в разы, то есть, например, до юрлиц это до 500 тысяч рублей. При этом устанавливается, что службы заказа такси будут нести солидарную ответственность за вред, который причинен здоровью пассажирам, а также багажом в случае аварии или другого ДТП, происшествия, которые повлечет за собой ДТП. В случае ДТП клиент такси сможет выбрать, с кого требовать компенсацию, с предпринимателя, онлайн-сервиса или с обоих одновременно. Максимальный размер выплат составит 2 миллиона рублей. Таким образом, вносится след такие же изменения. Подробнее законопроекта вы можете ознакомиться по ссылке в описании. Что касаемо внешних признаков по автомобилю, дополнительных условий, то есть, все, в принципе, осталось без изменений ранее, который был публикован в законе, который прошло первое чтение. Посмотрим, как будет обсуждаться данный законопроект и что мы получим в реале. Подписывайтесь на канал. Всего доброго вам! Успехов!